Добрый день! Сегодня у нас несколько посылок. Посмотрим, что у нас тут с Алиэкспресс. Беспроводные геймпады и карты памяти для геймкьюба. И также с Алиэкспресс игры для PlayStation 3. Давайте посмотрим, что у нас тут. Карта памяти для геймкьюба у нас здесь 128 мегабайт. Отлично. Так, и здесь у нас тоже, видимо. Я две заказывал, они объединили всё в одну посылку. Вот в эту можно, кстати, SD-карту. То есть она с SD-карту позволяет использовать, то есть как адаптер SD-карты в качестве как-то памяти для геймкьюба. Но мы, наверное, вот эту проверим сегодня. Просто эту не будем. Сейчас у меня там надо доставать. Откуда-то карты неохота. Одну и достаточно. Так, ну что ж, отлично. Убираем. Так, что у нас дальше? Самое интересное. Это беспроводные геймпады для PlayStation 2 и для геймкьюба. Это классно, конечно. Вот у нас видно DPS 2. Беспроводной геймпад. Чёрный, да, заказывал. Мне не нравятся всякие там прозрачных, много таких вариантов. Мне нравится вот чёрный, чтобы не был прозрачным. Потому что пластик разный. То есть прозрачный пластик. Он в основном очень такой хрупкий. И у него может откалываться всё. Вот этот отсек для батареек. То есть он другая структура пластика. То есть вот этот, который не прозрачный, он более такой гнущийся и так далее. Так, что у нас штики какие-то мягкие-мягенькие. Интересно. Что у нас сейчас представляет? Ну, здесь хотя бы нормальные изображения. Это они такие, как... Ну, такой, конечно, он. Не сказать, что вот здесь он OFF. То есть включение-выключение, чтобы, видимо, батарейки экономить. Вот сейчас на OFF-посте он на батарейках. То есть сюда вставляется. Что-то туго здесь. Не могу. А, вот открывается. Да. Угу. Две батарейки. 3А идут. Интересно, насколько будет хватать. Потом отпишу, наверное, в комментариях. Если буду играть много. Что вряд ли, конечно. Ну-ка. А, вот так вот у нас закрывается. Вот, то есть если был парадайс-парадачный пластик, то было бы очень хрупко. Эта штука, скорее всего, ломалась бы. Ну, штики, что-то какие-то мягкие-мягкие. Прямо такие. Не знаю, может это и удобно будет, в принципе. Может прикольно. Таким мягеньким. Вообще прям. Вот прям вообще неощущаемое. То есть, не знаю, насколько это хорошо. Кнопки, не знаю. Обычные. Обычные кнопки. Такой геймпад. Так, если по цене, да, не сказал. Вот эти карты, они, что-то, не знаю, не помню рублей. С доставкой, что-то по 300, по 400. Они обе обошлись. Не что это, что это. Этот геймпад, по-моему, рублей 600, что ли, стоил. Где-то так. Давайте посмотрим его. Этот адаптер. Ну, тут лампочки будут гореть. Ну, понятно, да. Вставляется под геймпад. Ну, прикольно. Проверим сегодня. Смотрим дальше. Беспроводный геймпад для геймпуба. Он уже дороже стоил. Он стоил 1000, 100 или 1200. С доставкой получалось. Где-то так. Серебристый должен быть. Заказываем серебристого цвета. Он запакован, кстати, хорошо. Все так доброзно упаковали. Все мягкое. Здесь адаптер, который идет у нас в геймпуб. Вот он. Такой достаточно объемный, здоровый, но он легкий, на самом деле. То есть он не будет, как бы, расшатывать нам порт этот. То есть он легкий, легкий. Не знаю, почему он такой здоровый и зачем делает. Так, не самый геймпад тоже у нас. Угу. Так. У него что-то болтается внутри. Уже не очень хорошо это. Так. Как открывается? Что-то из пластика из очень плохого сделал. А, ну две батарейки. 2А. Вот что-то у него болтается внутри. Да уж. Это вообще. Не знаю. Ну, пластик какой-то хуже даже, вот у него. Пластик хуже, чем вот этот весь какой-то. Вообще, блин. Ой, какой-то. Блин, что что там такое внутри болтается? Даже не знаю. Да. Ну, в общем, такой качественный. Стики нормальные, кстати. Стики нормальные. Что-то у него внутри уже гремит. Да вообще. Кнопки. Кнопки нормальные. Вроде бы, ну, что-то у него бы отломилось. Там, видимо, какая-то пластмасса. Ну, я не знаю. Не буду я его разбирать, наверное. Гремит и гремит. Но он чтобы работал. Но очень дешевый. Вот все видно здесь, насколько дешевый пластик. Да уж. Это, конечно, вообще я не ожидал, что будет настолько дешевое у него исполнение. Все-таки. Энстик неплохие вроде бы. Тоже посмотрим, работает ли это все вместе с картой памяти. Будем проверять на Gamecube. Он Офф. Опять же тоже у нас включение, включение есть. Угу. Нормально. Давайте пойдемте дальше. Тогда у нас очень прикольная еще посылочка с Авито. Пришла давно уже. Но я решил вместе вот с этим ее показать. Так. Стоило 1400 рублей. Плюс доставка. Достаточно дешевая рублей 300. По-моему, здесь просто дофига дисков для PlayStation 3. Посмотрим. Самой PlayStation 3 у меня нет. Но просто я увидел вот объявление у продавца, у которого я покупал Nintendo 64 на Авито. Вот. Это тоже сейчас с Авито. Вот. Но эти сейчас с Алиэкспресс, да? Как вы понимаете. Понятное дело. Так. И в общем, я увидел объявление. Там куча спортивных игр каких-то. За 1400 рублей всего лишь. Ну, конечно, я взял все на будущее. К тому же, насколько я знаю, что для PlayStation 3 не бывает пиратских дисков. Значит, все это лицензионные диски. Должны быть. По идее, как. То есть, я вот смотрел информацию. Вроде бы не бывает пиратских дисков для PlayStation 3. Поэтому посмотрим, что тут. Если мануалы. А, ну да, мануалы есть. То есть, здесь вот PlayStation 3 должно быть. Да, PS3, да. Здесь вот есть на этом. Изображено на диске. Да, это лицензионные диски. С мануальчиками. То есть, они, конечно, не нужны никому уже сейчас. Просто мануалам нет. Пойдут. Что-то 1400. Там, говорит, их больше 10 штук, по-моему. Смотрим, что у нас тут. Так, это какой у нас FIFA 1. Тут даже некоторые одинаковые. Там повторные. Но я взял просто их все разом. Там не важно, что. Ну, мануалцы в очень хорошем состоянии здесь. Ну, черно-белый, правда. Ну, прикольно. Мануал, даже с такой какой-то еще бумажкой. Сам диск, кстати. Сейчас. Коробка. По совкомстанной коробке. Вот здесь что было наклеено. Грязная, конечно. Такая неприятная. Потертая очень. Тут тоже что-то было наклеено. Но сам диск, интересно, в каком состоянии. Диск, кстати, в состоянии. Ну, нормально. Ну, не знаю. Здесь вот что-то есть. Царапина, что ли. А, нет. Царапина, да грязь убирается. Значит, что в порядке. Он вообще не поцарапанный, кстати, диск. Вообще не поцарапанный. В идеале, можно сказать. Вот это да. Вот это прикол. Столько дисков всего-то 1400 рублей. Плюс там доставка рублей 300, по-моему, была. Давайте смотреть, что за диски у нас. FIFA 12. Ну, тоже все коробки такие. Потертые, поцарапанные. Но, кстати, получше даже коробка. Вообще нормальная. Тут хотя бы нет клей какого-то. Тоже мануальчик. Все дела. Все есть. Вот. Это только не мануал. Не знаю. Это не мануал. А, ну, какой-то. Такие. Буклеты рекламные. Ну, в общем, все здесь есть. Все. Все в наборе, естественно. Так. Тоже PS3 надпись присутствует. И тоже в идеале диск. В идеале просто. Вот. Блин. Это хорошо. FIFA 12. FIFA 8, блин. Супер. Просто. Вообще. Реально круто. Блин. Я не знаю, почему такая цена отличается так ценно на диски от PS3 от PS2, например. То есть, от PS2 значительно дороже. Стоит лицензий. Навито. Во всяком случае. Смотрите. Какой. Мануал. Опять же, в идеале. В идеале. Мануал. В идеале. Тоже. Ну, тут что-то какая-то промятая. Не знаю. Не страшно. Диск тоже в идеале. На диске царапин нет. Там. Здесь опять же. Вот. Я не знаю. А. Это. А. Тоже грязь какая-то. То есть, не царапин. Царапин нет вообще на диске. Не знаю. Откуда такие диски взялись, честно говоря. Ну. Блин. Ну. Это. Шикарно. Ну. Как я говорю. Здесь один спорт. Одни спортивные игры. Футбол. Там. Хоккей есть. Тут у нас всё опять же. С мануальщиком. FIFA 14. Да. Ну. Мануалы здесь не интересные. Мы их не будем смотреть. Тут. Всё. Всё надо одной только. Ну. Тоже хорошее состояние диска. Ладно. Мы не будем смотреть-то все диски. Именно их состояние. Потому что это не очень интересно. Просто посмотрим какие есть игры. Ещё. FIFA 13. Такой другого вида коробки. Футбол. Блюра диск. PS3. Не. Ну. Они все. Вроде бы все. Всё это должно быть. Вот. За сколько она покупала. Вот. Чек есть. Оператор. Цена. Он. Непонятно. Здесь что-то. Две тысячи. Или пять тысяч. Что-то написано. Непонятно. В итоге сколько. Итого. Что-то. Две тысячи. Две тысячи. Пять тысячи. Две семьсот. Это может несколько. Они брали. Игр. За такие деньги. Неужели столько стоил. По один диск. Это вообще конечно. Ну. Не знаю точно. Что это за чек. Опять же. Мануал присутствует. Всё. FIFA 13. Всё здесь. Да. Вот. PS3 присутствует. То есть. Это естественно не подделки. Насколько я понимаю. Нет. Подделок. Их вообще. Их даже не бывает. Точно. Вот. Конечно. Я могу ошибаться. Вроде. Такую информацию находил. Что. Их не бывает. Фактически. Просто. Пиратские игры. на PlayStation 3. Вот. FIFA 12. Так. FIFA 12. У нас была уже. По-моему. Да. FIFA 12. У нас была. Одинаковые. Они. по-моему. Полностью на русском. А это вот. На польском языке. Кстати. Это на русском. У нас. Угу. Понятно. Так. А вот это на каком языке? А это на русском. Ага. Тоже с каким-то чеком здесь. Не знаю. что это за чеки? Что это? Угу. Две одинаковые. FIFA 11. Да. Тоже была она. FIFA 11. Тоже. У нас здесь. На каком языке. Кстати. Вот. Вот. Тяжелый. Вообще. Диск какой. Чё. Что он такой. Тяжелый. Да. Здесь. Мануал. Посмотрите. Какой мануал. Здесь. Толстенный. Блин. Конечно. Ну. Чё же он такой здоровый? Чё в нем писать-то? Вот. Мануал. Вот. За счет него такой тяжелый. Очень. Диск. Это. Диск вот этот. Ну. Прикольно. Приволюшн. Здесь какая-то. Помятая. Какая-то бумага. Внутри. Приволюшн. Приволюшн. Чёрный. 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 Белый. Будет. Нет. Он не чёрный-белый. Цветной. Прикольно. Так. Сколько уже дисков получается? Так. Восемь. Да? Восемь. Уже дисков. Смотрим дальше. Так. Быстренько освобождаем всё это. Так. Тут ещё мне как-то больше даже есть. Такое ощущение. Ну. Либо столько же. Давай. Смотрим. Сколько тут дисков у нас. Тут даже... Чё? Девять дисков. Вот у нас получается сколько? Восемь. Девять. Восемь. Девять. Ничего себе! Это вообще. Это актуал за 1400 рублей. Так. PlayStation 3. Гран-туризм опять. Интересно. Тут мануал присутствует. Опять же. Что есть? Посмотрим по своему состоянию диска, вот такой заляпанный просто, опять же не царапанный, заляпанный просто. Так, это у нас что, без мануала идет, почему-то игра какая-то, в каком-то поломанной, непонятно в чем. Бумагу вытащили, мануал вытащили, NHL 12, понятно, Pro Evolution 12, красота какая-то, для какого региона интересно, вот тут сломано. Да, здесь мануал присутствует, все. Так. FIFA 10. Так, круто. Смотрите. Здесь тоже на каком языке она. Мануал есть, диск есть. PES 11, опять был по-моему PES 10, да, у нас 2450 рублей, представляете стоило раньше, диск. Угу. У нас чек положили. У нас чек положили. Здесь 10. Тоже все есть, все с мануалами идет. На каком языке я неизвестно, там вот было написано, что на русском, здесь не сказано, да, и здесь все по-английски. Значит, не на русском языке, а все вот эти. Так, ну здесь в плохом состоянии, да, коробка у нас вообще в каком-то вся уничтожена, где собака, может кусала какая-то, не знаю, неизвестно. Тоже на русском языке, но присутствует все. Prevolution 15. А, вот субтитры на русском здесь. Угу. Хорошо. Так, мануал есть у нас? Есть. Ну, не мануал здесь, а здесь как-то совсем не густо. Такие тоненькие просто. Какие-то. И NHL 13. Вот на русском, кстати. Ну, такой, все это потерто, конечно. Зато на русском, опять же, мануал присутствует. Ну, такой, спортивный, видимо, никому не нужны, он продавал. Вот тут сломанная коробка у него, можно прилазить. В общем, продавал, все до 1400, думаю, можно взять. Так, ну что ж, сейчас будем тестить вот эти наши штуки. Так. Карточку. Геймкьюба. Бесправный геймпад, который оказался очень уж хренового качества. Реально плохого, блин. Пластик. А вот это нормальный качество, но очень стики. Легко, 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 прям так они. Чего же они там пружинки такие слабенькие поставили-то? О! Ну, посмотрим. Давайте начнем с этого. Проверяем. Проверяем. Бесправный геймпад для PS2. Вот, вставили его. Ну что ж. Пробуем. Вставил я в iCity Stories. Так, все мигает. Вставил батарейки в геймпад. Думаю, будет работать. Сейчас тут как раз можно оба стика проверить. Так. Ммм, да, да. Окей, работает, да, у нас хотя бы что-то. Угу. Пропускаем заставочку. Нам просто нужно проверить, как он бегает с этим геймпадом. И все. Давай, пропускаем. Давай, давай, давай. Ну-ка. Ну, кнопки такие, конечно, не очень, скажем так, отзывчивые. Куда-то выехать бы, блин, желательно. Не так просто, да, в этой игре куда-то выехать вообще, в принципе. Ага. Да что ты? Блин. Ну, работает, да. Этот стик. На верх-низ. Работает. Да. Этим стиком бегаем. На это вот. Ну, вроде бы все кнопки работают, да. Прыжок. Удар. Ну, не скажу, что там, конечно, хорошее впечатление от этого геймпада. Но он работает. Стик, потому что очень нежный такой, что вот он резко как-то в сторону дергается. Мне это не нравится, конечно, то есть, его тяжело удержать в положении в каком-то не самом крайнем, как бы. Легко. Хорошо, все. На старт работает. Так, отселит. А вот селит тоже, да, меняет вид камеру. Все работает. Хорошо. Окей. Но я не очень доволен качеством геймпада, конечно. Честно говоря. Так, вот он бежит на тоже на эти. Крестик тоже работает. Ну, стики что-то такие мягкие прям, вообще, ну, это как это ерунда, честно говоря. Вот он и за это вот так дергается резко, то есть, мне тяжело какие-то угловые здесь направления задать, потому что вообще я не очень доволен сейчас этим геймпадом. Давайте проверять геймкюб аксессуары. А теперь для геймкюба такой геймпад и карта памяти. Вот он здесь, такой массивный вот этот приемник. Ну что ж, поехали. Вставил я. Так, включаю геймпад. Замигало что-то. Пока что он не работает. Что-то мигает, коннектится, что ли, к ней. Ну, он что-то не работает, кстати. Ничего. И на приемнике сигнал лампочка не горит. Почему? А почему? Интересно. Мигает лампочка. Вот так вот. Пока что, не знаю, вот даже погасло. Что-то. Выключаю, включаю заново. Вообще ничего, нет никакого эффекта. А почему? Ну-ка. Что-то не подсоединяется. А вот, подсоединился, загорелась лампочка. На этом. Вот. Работает. Да. Все нормально. Так. Окей. Так. Что у нас теперь по карте памяти интересно. Сейчас посмотрим. Как-то память будет у нас видна, чем сохранить. Можно будет? Гейм память. Главное, что работает. Угу. Вот, лот гейм. Да, можно. Вот. Давайте попробуем. Что будет увидеть карту памяти интересно. Слот А. Слот на слот Б, допустим, не должно быть. Выбираем. Вот слот нет. Давайте слот А. Ага. Вон гейм. Да. Нету. Нету. Ну, понятно. А записать интересно можно будет? Ну, давайте. Начинаем. Ну, гейм память, кстати, работает нормально. Вот даже я отдаляю подальше. Вот все работает. Отлично. На большом расстоянии. Кстати, для геймбоя надо еще купить переходник на HDMI. Даже не переходник. Именно вот он должен быть цифровой сигнал. Так. Ну, что у нас здесь? Stick. Stick работает этот. Да. Так же, как и в том геймпаде. Все нормально. Крестик работает. Что там еще было? Какие кнопки? Здесь, да. А вот это, да, у нас тоже какой-то. Угу. Непонятно. Это работает. Ну, нормально. Работает геймпад. Не знаю. Представишь, как и тот. Да. Крестик работает. Этот маленький крестик. Stick. Работает. Правый. Не знаю. На него, по-моему, ничего и не было здесь. Надо бы сохранить как-то игру. Ну, я не знаю, где тут можно сохранить просто. Нельзя в любом моменту сохранить, чтобы проверить. Понятно. Ну, думаю, карта памяти работает, раз она определилась. Да. Сейчас не будем уже искать там где-то здесь сохраняться и так далее. То, что я, насколько я понимаю, что просто так в любом месте храниться нельзя. Да. Как. 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 Ну, понятно. Ну, все. Тогда, я думаю, будет работать как-то память. Это что я пишусь в комментариях, если она там не стала работать, например. В общем, большое спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания.